Поезд Армия Победы прибывает на первую платформу. Его встречают военные, курсанты кадетских училищ и классов, горожане. Агитационный состав идет из Пензы через Уфу, Самару, затем на Урал. На остановках дают концерты. Однако в ходе движения поезда люди мало то, что такое современное селфи делали. Некоторые стоянки категорически, стойте, открывайте ворота, давайте концерт. Даже вот такие маленькие дети, второклассики, третьеклассики, спать не ходили, все прибывали на поезд Победы. В агитационном поезде Армия Победы 2017 работает целый вагон музея военной и исторической техники и вооружения. А также экспонаты стоят прямо на платформах. И центральный из них – знаменитый советский танк Т-34. Рядом с легендарным народным мстителем – зенитная установка и гаубица, а также образцы современного вооружения. Экспонаты все подлинные, коллекция подбиралась долго и тщательно. Фотографии, документы, оружие холодное, огнестрельное – это все подлинное, все времен Великой Отечественной войны. Оно интересно и ветеранам, и террористам молодежи, что можно посмотреть, потрогать руками вещи, которые прошли войну. На передвижной сцене выступают артисты государственного ансамбля «Волжские казаки». Исполняют песни военных лет. Полное погружение в атмосферу Победного мая 45-го. Это очень хорошо. Нашу молодежь сейчас надо встряхивать, показывать им, что им обеспечили наши предыдущие поколения. Армия Победы едет двумя поездами. Второй состав идет из Иркутска. 5 мая они встретятся на вокзале Екатеринбурга. Пора, путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.